так доброе утро дорогие друзья всем доброе утро сегодня у нас такой прям вид красивый будет на на уроке я в одессе сейчас как раз в одессе носили будет урок на фоне моря и неба все ждем когда все подсоединяться доброе утро доброе утро дорогие друзья всем бокер то шалом здравствуйте яков шатагин одессит как раз видишь и фейсбук сразу определил что-то одессит и сразу тебя подключил подключил тебя сразу к к уроку торы все мы находимся в городе одесса гостиницы нему нему прямо на берегу моря и вот это море это мировой океан мировой океан представляете то есть море соединено с мировым океаном и все все моря земля на 30 процентов покрыта землей и на 70 процентов земля покрыта водой и как интересно человек на 70 процентов состоит из воды и на 30 процентов тоже состоит из земли представляете вот это вот удивительно такая пропорция которая сохраняется и земля и человек вот кто может объяснить почему я думаю что это потому что бог создавал когда мир то все в этом мире очень системно и вот эта система система это тора то есть тора это система по которой был сотворен мир поэтому у нас 10 пальцев например до 10 пальцев и есть 10 сферот которыми бог творил мир и было 10 заповедей 10 испытаний авраама то есть все как-то идет через цифру 10 до хорошо значит мы продолжаем изучать мишлей мишлей это притчи царя салмона мы находимся в первой главе сейчас мы изучаем очень системно с божьей помощью у нас будет каждый урок несколько отрывков эти отрывки будут прямо под уроком находиться можно их прочитать в оригинале можно прочитать их перевод можно прочитать объяснение коротко можно прочитать потом мой вывод личный и можно потом написать свой личный вывод именно для этого который учится чтобы она через ты что-то услышал узнал и она заходит тебе в голову это называется хохма получаешь вот эту божественную мудрость себе в голову а потом начинаешь ее перево переваривать ее с помощью бины бина это качество ума которое называется логика и соображение понимать вещь из вещи причинно-следственные связи и ты берешь берешь вот эту вот хохму которую ты получаешь истории она заходит тебе потом ты берешь ее берешь ее вот так вот эту хохму божественную мудрость перевариваешь у себя внутри и она у тебя как семена появляется в твоей голове и она начинает прорастать потом тебе заходит просто запросы мировые какие-то просто запросы извне и ты на них реагируешь с помощью своих внутренних вот этих вот схем реакции теперь очень важно какие схемы ты в себя заложил и мы начали изучать первую главу и царь соломон он начинает обучать торе обучать торе он начинает с нескольких то высоких вещей молись учись там делай добро и так далее он идет по принципу своего отца царя давида сур мира остановись от зла и делай добро потом делай добро мы пока что до добра не дошли и когда он нам уже объяснил глубины разные вещи да он объяснил нам самую глубину вещь что основа познания основа божественного познания это страх перед богом то есть это было седьмой отрывок он нам сказал смотрите вот мы сейчас начинаем уже учить тору я как царь соломон мудрейший из людей от бога я вам передаю знания он говорит смотрите все очень просто очень все просто первое он говорит основа познания страх перед богом то есть он должен бояться согрешить если ты не боишься согрешить никакая тора тебе не поможет в любой момент когда появится желание ты бросишь есть известная история как один раввин в там средние века раз спорил с одним философом этот философ говорит человек это обезьяна человек это хорошо воспитанная обезьяна которая которая развивалась и развилась правил говорит нет человек это божественное творение которое иногда хоть ухудшается и превращается в каких-то своих проявлениях в обезьяну в животное не в обезьяну в животное то есть у человека же тело это как животное он говорит но человек по сути своей это божественное произведение это божественная душа Философ говорит, нет, я тебе сейчас докажу, что человек это хорошо воспитанная обезьяна. И он заводит в комнату кота, воспитанного кота. Этот кот разговаривает, он все понимает, он там даже считать умеет, ему там задают вопросы простые по математике, он считает. Значит, и говорит ему философ, смотри, вот воспитанный, смотри, какой кот, он почти как человек, воспитанный какое животное. Кот, да, кивает, кот, да, да, я воспитанный. Его приучили как бы рефлексы, то есть есть такие психологи, бихевиористы, которые объясняют все механическими процессами в психике человека, бихевиористы. Этот философ был бихевиорист, психолог. И значит, Равиному говорит, ты знаешь, говорит, давай я тебе докажу, что животное, оно всегда останется животным. И никакой он воспитанный кот не станет человеком никогда. Он говорит, давай, значит, на следующий день буквально этот ученый кот опять начинает показывать свои фокусы, собрались там царь, собрались люди, интересно же, как будет. Кот такой вежливый, культурный, одетый в костюмчике. И тут этот Равин, он достает, достает из коробочки, он говорит, сейчас я вам докажу, что животное это животное, и оно животным всегда останется. И он берет, вдруг достает из коробочки мышку, и он эту мышку бросает. Мышка начинает бежать, и кот забывает сразу все свои обучения, все, он сразу оп, и за этой мышью прям на четвереньке, на лапы, и давай, значит, бежать, бежать, бежать. Теперь, значит, это то, с чего начал царь Соломон, он говорит, основа познания божественной мудрости, это страх перед Богом. Внутри у человека живет вот это вот животное, и это животное все время норовит убежать, 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 что-то сделать. И если нет этого страха, вот этой вот внутренней плетки, которую человек сам себе включил, что я боюсь Бога, я боюсь согрешить, я боюсь, что я нарушу заповеди Бога, и тогда у меня не получится ничего, ни мышь не поймаю, ни там, ничего не получится. И дальше царь Соломон говорит, что хохмау мусар, то есть божественную мудрость, и мусар это нравственная стора, значит, эвелим базу, есть грешники-скептики. Грешники-скептики, они во всем сомневаются. Они говорят, ну, кто сказал, где сказал, как написано, может да, может нет, а какой психолог, а какой философ, а какой раввин, а что значит кот одет в сапогах. То есть, если человек, он скептик, то он может сломать любую идею, и он может также сломать идею Бога, потому что идея Бога это вера, и человек, он верит, он своей верой включает в себе вот это свое высшее проявление божественное. То есть, вера это сила внутренняя, вера это цемент, который склеивает картину мира. Если человек верит в Бога, то он своей верой, он включает вот эту вот систему, в которой он взаимодействует с Богом. Если он не верит, то есть он стептик, у него такое-то, ну, какой-то набор идей, значит, у него вся его жизнь это какой-то набор идей, только оно все держится на очень слабом клее, потому что стептицизм, он рушит любую веру. А весь мир, вся картина мира, все взаимодействия с людьми, все держится на основе каких-то убеждений, какой-то веры, что это правильно, это нужно, это важнее, это не важнее, это больше, это меньше. То есть, вера это тот клей, это тот цемент, который склеивает идеи, и когда человек начинает верить в Бога, например, он своей верой, он как бы прямо эту идею устанавливает и создает свой мир, в котором Бог на первом месте. Хорошо, теперь, значит, это был седьмой отрывок, а мы уже дошли до отрывка, до отрывка одиннадцатого. Значит, десятый был отрывок в прошлом занятии, говорит царь Соломон нам от имени Бога, он говорит так, сынок, если будут тебя совращать, и фатуха это совращать хатаим, грешники, альтовы, не хоти идти с ними. То есть, он начинает с того, что в мире есть зло, и это зло активное, занимает активную жизненную позицию. Грешники, это люди извне, которые, как есть праведники, вот царь Соломон, он праведник, он носитель идеи добра, и носитель идеи Бога, и он эту идею продвигает. Также есть грешники, которые продвигают абсолютно другие идеи. У них есть у грешников такая прям вот фабрика зла. И он нас вначале предупреждает и говорит, смотри, как они работают, эти грешники. Одиннадцатый отрывок сегодня мы изучаем. Если они скажут тебе, вот эти грешники, если они скажут тебе. Леха и Тану, Нервали, Дам, пошли с нами, значит, устроим засаду и кого-то ограбим. Значит, ниц пене ли нати хинам. И мы подстережем, значит, нати это чистого. То есть там вначале было, пойдем устроим засаду и прольем кровь. А во второй части отрывка, или мы подстережем чистого хинам. Это бесплатно, но хинам это еще без, ну, просто так, типа, просто так. Он говорит, смотри, как тебе будут подкатывать грешники, сынок. Грешники к тебе будут подкатывать так. Пошли с нами, сейчас ограбим кого-нибудь и все будет хорошо. Если будут сопротивляться, так убьем. А если не будут сопротивляться, так мы, значит, еще лучше, отлично берем, значит, просто награбим, у нас все будет. Я помню, когда я был в спортинтернате, я был легкой атлетом, как раз в девяностые годы. И в девяностые годы, значит, как раз Советский Союз распадался. И образовывались уже вот эти вот все отдельные страны, отдельные республики. И в девяностые годы как раз был всплеск вот этого бандитизма. Все старые структуры разрушились. И вылезли сразу, злодеи вылезли наверх, потому что, как бы, системы сдерживания упали. И тот, кто был, для кого не было никаких правил, он быстро начал устанавливать свои правила. То есть, если государство и система общества не устанавливают жесткие правила, тогда начинает тот человек, который, ну, как бы, сориентировался, он начинает устанавливать свои правила. И появились как раз банды, и большинство этих банд, это были бывшие спортсмены. И хотя их туда в банды втянули обычно преступники из уголовного мира, то есть, прямо были обязательно, у них были такие духовные наставники, которые были из отсидевших, преступники такие, ну, в любой банде были такие, как бы, основатели. Я помню, у нас спортсменов туда фрахтовали, в эти банды, и я был легкий атлет, я был бегун, я бегал 110 с барьерами, и я очень расстраивался, что, ну, я не очень расстраивался, не знаю, что очень расстраивался, но все там уже вот эти толкатели ядра, там, метатели копья, они уже были при деле такие, ходили просто вот так вот и получали деньги с каких-то бизнесменов. А легкоатлеты они не получали, и я помню, они мне предлагали, там, шапки снимать с кого-то, или, там, на рынке воровать. Я говорю, вы знаете, нет, говорю, не это самое. Но они говорили, да ладно, что тебе сложно, мы поджали, ты забрал, убежал, все. То есть, они вот так и говорили, ничего плохого не будет, давай, значит, пошли с нами, все будет отлично, вообще не переживай, будет только хорошо. Значит, а потом, а потом, два парня из моего спортинтерната, которые рядом со мной прямо, мы дружили, борец один и один ганболист, пошли, значит, с одним бандитом, пришли потом в пивбар, попили пиво, потом этого парня пришли к нему домой, этот бандит его убил, а они потом все вместе втроем сели по 10 лет. Вот так оно заканчивается. Значит, нас предупреждал 3000 лет царь Соломон. Если тебе скажут, пошли с нами, значит, или ограбим кого-то, или подстережем, просто украдем, ничего не будет, значит, он говорит, вообще не верь, не верь, потому что зло всегда будет наказано. И интересно, я потом сделал статистику, в Америке сидит в тюрьмах больше двух миллионов человек. Больше двух миллионов человек сидит в тюрьмах только в Америке. Почему в Америке непропорционально такое большое количество людей относительно населения? Потому что Америка это страна американской мечты. Все настроены на то, чтобы побыстрее получить больше денег. И так как все хотят получить больше денег, а так страна устроена, то есть на этом построена вся их философия, психология и так далее, то очень много людей переходят вот эту черту, которая называется преступление, которое нельзя делать, нельзя брать чужое, нельзя грабить. И когда они переходят эту черту, в Америке тоже, видно, хорошо работает полиция, их ловят и садят в тюрьму. Два миллиона человек. Поэтому мы должны знать, что когда или злое начало внутри, или люди, которые делают зло, тебя будут совращать, нас предупредил царь Соломон, не хоти идти с ними, а они начнут с того, что ничего не будет. Дальше продолжает 12 отрывок, продолжает текст, который говорят обычно злодеи. Злодеи, когда хотят на свою сторону переманить человека, да? Вот Марина Шувалова, послушайте, если вам будут говорить такие слова, как в 12 отрывке, не верьте. Говорят преступники так. Нивлаэм кэшооль хаим. Мы их проглотим, как могила живыми. Утмимим кирдэ бор. И они останутся отмимим, как целиком, томим это как такой целиком, как спускающийся в яму. Значит, злодеи, вот насколько я помню, злодеев, я в молодости как-то получилось, что взаимодействовал через спорт с людьми вот из этого круга. Значит, они очень, на словах они очень смелые. Они на словах, у них есть специальная тема, как разговаривать. То есть, они прям реально, я тебя сейчас там, ну, они так могут рассказать, что они, ну, что сильнее их нет. То есть, прямо каждый, он должен уметь рассказать другому. У них до того, как они начинают преступные какие-то действия, у них есть стрелки, разборки, они должны уметь, ну, красиво разговаривать. И те, которые сидели, например, в тюрьме и достигли в тюремной иерархии большой какой-то высоты, с ними разговаривать невозможно. Они все вот эти вот годы в тюрьме, 10 лет, они тренируются в словесных баталиях, которые в любой момент могут перейти в убийство. И они настолько, настолько, я знаю, там есть несколько людей, которые сейчас достигли там в политике больших результатов и так далее, которые в свое время в молодости отсидели там большие сроки и были, ну, такие авторитетные людьми люди. С ними невозможно говорить. Он словами тебя может просто ту-ту-ту вот так вот тебя развернуть и так далее. И вот, значит, если 12-й отрывок, царь Соломон предупреждает, что вот эти люди преступники, они будут говорить так, что мы их всех победим, мы их съедим, мы их, мы их как бы победим, да, они говорят. Теперь дальше, 13-й отрывок. И вот тут как раз для нас очень серьезно идет такая обучение мышлению преступников. Это интересно, ведь как бы когда человек начинает изучать Тору, он думает, что все божественное, оно все такое, все такое прям должно быть там любовь, цветочки и так далее. Бог создал мир, что с самого начала в человеке, он указал, смотри, в тебе постоянно идет соревнование. Сердце человека, то есть его подсознание, его животная сущность, равен, ура, в злое от сотворения, от рождения. То есть человек, животное от, по сути своей. И это животное, оно не имеет никаких вообще ограничений. И на него только надет интеллект, который абсолютно нейтрален. И на него, в этот интеллект, вставлена душа сверху, которая действительно божественная душа, но которая дает очень слабый сигнал. И потом, если тебе попадает в интеллект Тора, то есть знание, что такое добро, что такое зло, тебе всю жизнь приходится выбирать между добром и злом. Зло существует. Его создал Бог, и вот этот первый змей, который сотворил первого, совратил первого человека. То есть это как раз и есть тот тренажер, та игра, суть того, чтобы пройти этот жизненный путь и выиграть. Это как компьютерная игра. И вот поэтому Мишли начинается с того, что Бог нас предупреждает, как разговаривают злодеи, для того, чтобы определить, сразу определять это злодейство и от него убегать. Потому что победить зло очень сложно. Мы видим на всей истории человечества, на всей истории народа Израиля, что зло, к сожалению, чаще побеждает. И это удивительно. И даже если мы посмотрим в человеке, то, как говорил царь Соломон в Каэлите, нет цадика, который бы не согрешил. То есть в этом мире зло, оно очень сильное. И поэтому в 13-м отрывке говорит нам царь Соломон тексты, которыми злодеи совращают праведных людей. Они говорят, все имущество дорогое мы найдем. То есть злодеи все время охотятся за имуществом. И у человека есть тяга внутри к имуществу. То есть это есть тяга. И злодеи, они просто говорят, смотри, это имущество не надо зарабатывать, мы его заберем. Наполним дома нашей добычей. Значит, вот здесь царь Соломон, интересно, он дает раскладку, как мыслят грабители, и за 3000 лет ничего не изменилось. Они охотятся за дорогими вещами, за драгоценностями. То есть драгоценности, если вы погуглите, почитаете, вы увидите, что воруют, грабят до сих пор ювелирные магазины, звезд и так далее. То есть все, прямо все, что блестит, грабители хотят забрать. И они говорят, наполним дома наши, вот этим шалаль, добычей. Значит, как делали грабители? Смотрите, как они говорят. Мы заберем все драгоценное имущество, а дома наполним добычей. Так вот это вот добыча, которую они наполняют, да, дома? То есть грабители, они говорили, мы вещи такие заберем, а драгоценности положим в общак. И вот если вы помните детские все эти книги, остров сокровищ и так далее. То есть обычно главный пират потом всех грабителей убивал и эти сокровища закапывал на каком-то острове. То есть это продолжается и до сегодня. Есть воровский общак, есть главные деньги, а рядовые члены банд, они получают какие-то крохи со стола, потому что основные деньги все равно идут всегда кому-то, организатору преступления. И вот здесь 14-й отрывок, мы на нем закончим, но вы увидите, как за 3000 лет ничего не изменилось. Говорит, говорит, как бы, царь Соломон предупреждает, как будут говорить злодеи. Злодеи будут говорить так. Гаралеха топиль бетухэйну. Смотри, жребий будешь бросать среди нас. Мы честные люди, у нас все идет по жребию, то есть мы настолько праведные. Если вы после урока погуглите, наберите в гугле воровские понятия. Воровские понятия, все должно быть честно. То есть любое, у них даже называется, есть честный вор и так далее. То есть все в преступном сообществе построено на том, что надо быть честным, только честным внутри. И на это они покупают, ведь у человека есть же внутри, все равно какой-то барометр. И у каждого человека есть какая-то тяга и к добру, душа-то тянет к добру, есть тяга к озлу. И они говорят, смотри, у нас удовлетворяются все потребности. Значит, зло мы будем делать, мы будем грабить, но мы скажем, что это мы грабь награбленное. Мы же грабим, мы честные, мы робин гуды. Мы грабим только у тех, то, что нажито нечестным трудом. Отлично. Теперь между собой мы честные. Смотри, какие мы честные. Мы даже делим награбленное жребием. Жребием мы делим, то есть бросаем жребий. Один карман будет на нас всех. Мы будем вместе, робин гуды, коммунисты. Значит, мы заберем все у фабрикантов и у этих землевладельцев. Землю крестьянам, значит, фабрике, рабочим. Все отлично, все будет честно. Потом, бах, приходят рабочие крестьяне. А где наша земля, где наши фабрики? Они принадлежат, как же, все принадлежит народу. Так я же народ. Пожалуйста, работай. Вот сейчас ты работай. А я не хочу работать. У меня же столько всего. Нет, ты народ, ты должен работать. Значит, а нет, ты будешь что-нибудь неядец, и мы тебя посадим в тюрьму. Все. А вы кто? А мы коммунисты. Мы за народ. Мы самые честные люди на земле. Ограбили всех, все забрали. А дальше-то что? Вот здесь, 3000 лет назад, царь Самон предупреждал, что зло выходит с такими лозунгами. С такими же лозунгами выходили нацисты, преступники. И они говорили немцам, давай, сейчас мы весь мир захватим. Все будут на нас работать. Все, значит, мы всех захватим. Мы же честные, добрые люди. Мы злодеев сейчас, евреев уничтожим. Это зло. А мы честно пойдем убьем сейчас. Все, кто против нас, убьем. Ограбим все страны. Всех сделаем своими там рабами или уничтожим. Но мы добрые. Мы, значит, смотрите, чистое из добра мы убьем всех инвалидов. Чистое из добра мы убьем всех, которые там умалишенные и так далее. Чистое добро. То есть злодеи, они выходят всегда с такими лозунгами. И царь Самон нас предупредил в первой главе Мишлей притчей. Раньше все тексты, которые будут говорить злодеи на всех поколениях, он нам здесь написал. Все, теперь нас просто так не возьмешь. И дальше 15-й отрывок, он говорит, он говорит нам 15-й отрывок, давайте, чтобы было на позитивной ноте. То есть он нам говорил все тексты, которые дают злодеи. А сейчас он говорит нам, что делать, 15-й отрывок. В бни он говорит, сынок, аль ты лех бедерах и там, не иди по широкой дороге с ними. Есть широкие дороги. И, например, в советское время быть коммунистом, это было круто и престижно. Это было стать на одну широкую дорогу с ними и идти с ними. Он говорит, не иди с ними по одной дороге. Мна раглеха, мините его там. Останови ногу даже свою, идти с ними по индивидуальным тропинкам. Казалось бы, человек говорит, хорошо, я в банду не иду. Я просто дружу с одним из бандитов. Ну что, он хороший парень, ну как я с ним буду не дружить? Давай я буду с ним дружить, мы же с ним друзья. Он же хороший парень. Давай он к нам домой зайдет, давай то, давай сё. А потом, я только вчера присутствовал при разговоре двух людей. И один другому говорит, ты знаешь, у меня, меня сейчас ограбили. Вот просто тупо ограбили. Я дал предоплату за какую-то работу, и этот человек просто отключил телефон и взял предоплату, и мне деньги не отдает. Тот ему говорит, второй, так сходи в милицию, подай в милицию. Он говорит, ты знаешь, ну вот у меня было несколько случаев, я обращался в милицию, и они ничего, вообще ничего не делали. Значит, всё, ничего не делали. В милицию не пойду, значит, ну нет смысла. Тот говорит, иди к преступникам. Преступники они найдут, и за часть денег заберут, и это самое. Он говорит, нет, говорит, я к преступникам уже тоже не пойду. Я, говорит, уже научен опытом. Первый раз ты идешь к преступникам, особенно если там даже друзья твои, всё. Они берут у тебя деньги и помогают. Потом приходят через месяц и говорят, ну что, еще проблемы есть? Может, еще помочь? Ты говоришь, нет, нету проблемы. Они говорят, ладно, подождем. И говорит, на следующий месяц они тебе делают проблему, и ты уже к ним привязан, потому что они тебе проблему делают, они проблему решают. Он говорит, нет, я не хочу идти к преступникам тоже. И здесь как раз об этом сказал нам царь Соломон. Сынок, не ходи с ними по одним дорогам, то есть не становись один из них. И второе, даже по тропинкам, даже по тропинкам, он говорит, нет, к ним не приближайся. Это их профессия в мире, грабить, убивать, ну и так далее. Это их выбор жизненного пути. Этот мир есть, он был, есть и будет. И если ты хочешь пройти жизненный свой путь вот в этой компьютерной игре, делая только добро и выполняя заповеди, старайся держаться от них подальше. Все, вот это то, что нас предупредил царь Соломон. И, значит, все, друзья. Удачи, успехов. Делайте выводы, делайте выводы. Так что, Шибко Татьяна, в банду не записывайтесь. Я вам не советую записываться в банду. Потому что, ну, то есть, особенно сейчас вот в России ввели, ввели очень большие, серьезные наказания за руководителей преступных сообществ. И, значит, всем не советую. Но каждый делает свои личные выводы. Мы живем в мире свободы выбора. И удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня. Все. Напишите свои выводы. Раша, это переводится слово, Раша, это злодей. Да, Раша, это злодей. Ра, это зло, значит, Раша, это злодей. Все, пожалуйста, делайте свои выводы. И будет прямой текст. Значит, можно его еще раз повторить, почитать, посмотреть. Все, удачи, успехов. Всем привет из Одессы, из прекрасной гостиницы Немо. Значит, ее владельцы, они нас как раз пригласили. И мы вот в таком вот красивом месте проводим сегодня прекрасный урок. То есть, прямо... Но я вам скажу так, что вот то, что вы видите за спиной, это самая большая красота в мире. Природа, море, небо, цветы, это то, что создал Бог. Это ближе всего к божественной сущности. И вот когда природа, это творение Бога, да, божественное творение, это самое красивое, но лично для меня, из всего, что есть. Вот это небо, это море, оно очень сильно расширяет прям сознание. Все, удачи, успехов. Субтитры сделал DimaTorzok